Электробусы я вам расскажу потом. Лучше не произносить это слово, потому что москвичи в ужасе от них. Следующий будет сколько зарабатывает комментатор в России? Где? Комментатор мальчик КамАЗа в Челябинске? Главное, чтобы в Москве, когда выйдешь, чтобы от тебя за водителя не принялись. На самом деле КамАЗ это не только грузовик Владимира Чагина, который выигрывает Дакар и последователь его, это еще и футбол, что очень хорошо. Это еще и футбольный клуб, который развивается и которому давай пожелаем удачи. Да, и сегодня и вообще. Всем привет! Каждый из нас может с легкостью комментировать футбольные матчи сидя на диване, и лишь единицы делают это для телевидения. И сегодня у нас в гостях известные комментаторы Владислав Батурин и Алексей Андронов. Владислав, Алексей, спасибо большое, что решили стать гостями нашей программы. И первый же вопрос. Как вы отнеслись к предложению КамАЗа прокомментировать сегодняшний матч? Ну, я с большим интересом. Да, это такой первый опыт, работать на матче клуба, представляющего второй дивизион российский. Ну, здесь, в общем-то, я должен благодарить прежде всего моего коллегу и друга товарища Алексея, потому что именно непосредственно он предложил, сказал, что вот есть такая идея, есть такое предложение. Ну, я подумал, а почему бы и нет, потому что любой новый опыт, связанный, естественно, с футболом, это здорово, это прекрасно. И даже еще вот сейчас не прокомментирую матч, но побыв немного в вашем замечательном городе, пообщавшись с вашими коллегами из клуба, я скажу, самые приятнейшие впечатления и от города, и от людей. Ну, я с энтузиазмом сразу это воспринял идею, хотя, может быть, даже она сначала казалась какой-то шуткой, да, которая может не воплотиться в жизнь. Но дело все в том, что у меня с КамАЗом достаточно многое связано, и в 90-е годы, когда КамАЗ играл в элитном нашем дивизионе, я не раз здесь бывал. Здесь, собственно, к становлению команды большую роль в этом становлении сыграл мой близкий друг Николай Колесов, уже покойный. Здесь играл Иван Еремчук, здесь играл Руфан Нигматуллин, и все мы помним это в КамАЗ 90-х, поэтому последние годы он как-то был немножко на периферии внимания, но когда возникла такая возможность, я, конечно, с большим интересом отнесся и к Вадо присоединюсь. То есть здесь не так важно, какая лига, а важно, наверное, какое отношение людей к футболу. И вот за те несколько часов, да, что мы здесь провели, мы поняли, что отношение к футболу достаточно серьезное. Понятно, что КамАЗ не может составить цель выиграть чемпионат России, Лигу Европы, Лигу Чемпионов, но на вот своем этом уровне отношение серьезное, это приятно. Я к этому буквально два слова добавлю, просто действительно, буквально кожей мы ощутили, общаясь, что есть огромное вот желание, ну, не буквально, ничего не происходит так быстро, как в сказке, но все-таки со временем вернуть КамАЗ на уже более высокие, скажем, позиции в нашем футболе, и мы понимаем, что здесь такая огромная, я бы сказал, титаническая работа уже во все ведется. Очень приятно слышать от вас такие приятные слова. Может, вы знаете кого-нибудь из воспитанников нашего клуба лично, знакомый с кем-то? Ну, из текущих воспитанников? Ну, нет, даже, наверное, из прошлых. Ну, Лига Матулина можно считать воспитанником КамАЗа? Конечно, тогда, да. Тогда, естественно, мы знакомы. Я вспоминаю еще историю, когда КамАЗ несколько лет подряд представлял Россию в Университете. И, ну, там много всяких забавных штук происходило, подробнее сегодня в репортаже, кстати, об этом мы расскажем. Вот, но это часть истории нашего футбола. Такая, знаете, у нас же много команд, по сути, или исчезло, или какое-то непонятное существование у них сейчас. Ну, взять хотя бы чемпиона 95-го года Аланья, да, несколько раз Кул исчезал, банкротился. Сейчас он выступает тоже во второй лиге под названием «Спартак» и «Кавказ». Есть города, где вообще футбол пропал с карты. Камышинский текстильщик играл в Кубке Уэйфа, так сказали бы сейчас, Лига Европы. Но теперь футбола в этом городе нет. В Набежных Челнах футбол есть, это очень хорошо. И вот я даже буквально сейчас через окно посмотрел на наш стадиончик. Я думаю, что будет у нас возможность спуститься вниз, пройтись. Но все выглядит очень уютно. И это не должно быть у каждой команды «Кампноу». Я, например, могу привести Батте. Я, честно говоря, когда был в Борисове первый раз, был очень удивлен, какой уютный и комфортный стадион они построили. Ну, пусть он на 12 тысяч, в принципе, а зачем больше. Но он вот такой настоящий футбольный. То, что я вижу сейчас за окном, меня тоже очень радует. Алеша, а то, что мы еще увидели, подъезжая сюда, на территорию, сколько футбольных полей, сколько детей занимается. Все это говорит о том, что здесь действительно футбол жив, футбол продолжает развиваться. И я думаю, вот как раз то обилие мальчишек на футбольных и количество полей говорит о том, что есть перспективы. И вот ты абсолютно верно подметил, потому что в некоторых городах, касательно футбола, выжженная земля. Все, стерты с футбольной карты команды. У вас же другая история. И, значит, есть большая надежда на возрождение. Алексей, следующий вопрос у меня именно для вас. Спустя несколько лет вы понимаете, для чего мы перешли на систему весна-осень? И есть ли какие-то положительные результаты в этом? Потому что, ну, вы не совсем прям положительные высказывались. Наоборот, осень-весна, наверное. Осень-весна, да. Осень-весна. Да, осень-весна. Нет, я считаю, что это была ошибка. И, ну, с точки зрения, наверное, если мы будем брать только Премьер-лигу, да, и забудем вообще про остальной футбол в стране. Тогда можно найти какие-то позитивные моменты, хотя... Да и то только, может, для пяти клубов. Да, прямой связи между результатами, там, Еврокубков, допустим, для чего все это делалось, как они говорили, эти ведущие клубы, и новой системы я не вижу. Я много общался на эту тему с иностранцами, причем вот именно в те годы, когда мы переходили, да, они с таким непониманием к этому отнеслись. Они говорили, что вы делаете, у вас всегда было преимущество в августе и в сентябре, потому что у нас только люди из отпуска вышли, а у вас давно раскатился чемпионат, все в форме, все готовы. И сборная это тоже касалась. А сейчас вы свое преимущество, по большому счету, убили. Но если мы шире посмотрим на футбол, то в этот переход это совершенное безобразие. Потому что когда пауза между кругами в три месяца в Премьер-лиге, в четыре с половиной в ФНЛ и почти в полгода в некоторых дивизионах, второго дивизиона, да, в некоторых территориальных группах, ну, Владислав, в отличие от меня, играл в футбол на высоком уровне. Он может, наверное, сказать, что это такое для игроков. Громко сказано, громко сказано. Ну, вот, например, вот в том же Сахалине, да, вот как люди себя должны чувствовать, когда они поиграли, потом полгода пауза и потом опять играть. И потом самое главное, нет возможности, посмотрите, что происходит с командами, которые поднимаются из Первой Лиги, из ФНЛ в Премьер-лигу. У них просто нет времени даже не состав собрать под уже Премьер-лигу. У них там разные лимиты на легионеров. Ну, самый вот сейчас на глазах пример Енисей. Вроде как неплохая команда, но видим, что... Енисей разве теперь не Амкар называется, не? Нет, учитывая, сколько там игроков Амкар. Ее разрывают просто на куски практически все. И я считаю, что это была большая ошибка. После чемпионата мира у нас в стране остались огромные стадионы и развитая инфраструктура. Что нужно сделать, чтобы не повторить печальный опыт ЮАР и Бразилии? Ну, пока, как мы видим, на практике нет таких серьезных предпосылок, что это произойдет. Это вот первые звоночки, насколько я видел, как бы... Ну, пока мы видим ФНЛ, вот те команды, да, которые обладатели вот этих замечательных стадионов, все-таки замечательная, прекрасная явка. Но есть опасения, что это как бы по инерции после чемпионата мира, а затем все может пойти действительно по... Ну, как бы вниз. Как мне сказал Андрей Саламатин, бывший игрок нашей сборной, давай, говорит, дождемся холодов и посмотрим, сколько будет народу приходить в ноябре-декабре на эти стадионы. Но вопрос ваш, он как-то не совсем верно, что ли, сформулирован, потому что мы не можем повторить опыт ЮАР и Бразилии, а особенно ЮАР, потому что в ЮАР эти стадионы не имели никакого отношения к клубным командам, да и в Бразилии, в общем-то, тоже. Они построены были только для чемпионата мира, и сейчас, как и олимпийские объекты Афин 2004 года, они влачат такое достаточно жалкое существование. Как будет у нас, посмотрим. Я думаю, что пока еще не заработали в регионах, прежде всего, эти арены на полную мощность, потому что тут должны быть и концерты, и все остальное, для того, чтобы стадион нормально функционировал, и можно было, так сказать, его финансово поддерживать. Но мы видим, что первая же попытка концерт организовать в Ростове надкнулась на непонимание клуба. Да, то, что газон испортит. Да, хотя я не понимаю, почему газон должны испортить. Я несколько раз был на Уэмбле, не только на матчах по американскому футболу, а когда там проводилась гонка чемпионов, когда выкладывали деревянный настил, на него клали асфальт, и была асфальтовая трасса, по которой ездили Шумахер и все остальные, и ничего страшного с газоном не происходило. Другой есть пример. Вот недавно ты видел матч с Уэмбле, Тоттенхэм, Барселон? Да, видел там, что после бокса что-то там случилось. Здесь вопрос, на мой взгляд, либо кривые руки, либо мы умеем делать. Ну, посмотрите на Спартак, на открытие арены. Там же Ленинград выступал, и Депешмот, по-моему, выступал. И все в порядке, ничего, газон не умер, все живы. Чтобы действительно вот все это сохранилось, и было развитие, тут правильно Алексей подметил, очень важна и коммерческая составляющая, чтобы уметь выжимать из этих спортсооружений, не только через спорт, но и через другие мероприятия, деньги, которые необходимы для содержания этих стадионов, они немалые эти средства. Но и в то же время, особенно на периферии, очень важно, чтобы все-таки клубы не теряли поддержку местной власти, потому что если начнут задыхаться, умирать клубы, и чем они хуже будут играть, тем меньше будет заполняемость этих стадионов, и тогда действительно может все прийти в упадок. Здесь, в общем-то, все очень важно, в футболе мелочей не бывает, как известно. Но при этом поддержка власти как раз будет теряться, потому что это такой общий вектор, который сейчас существует, и мы видим, да, что происходит с командой Анжи. Ну, у Анжи нет такого стадиона, понимаешь? Ну, есть стадион, кстати, не предстадион, то у них не самый плохой в премьер-лиге. Ну, это, пожалуй, может быть сейчас первый пример, у нас же не было в истории еще случаев снятия команды в премьер-лиге, а возможно будет. Я бы немножко о другом сказал. Мне кажется, что клубы, абсолютно неважно сейчас какого, так сказать, калибра, да, посмотрите на Уфу. Команда не самого высокого полета, наверное, не самый сильный состав, не самый большой бюджет уж точно, но люди спокойно работают, не банкротятся, у них не самый современный стадион, но при этом ходят зрители. И, как бы, степ-бай-степ спускаясь, мы можем и про тот же КАМАЗ сказать, да, что важно использовать те ресурсы, которые у тебя есть правильно, и пытаться что-то на этом заработать. Вот сейчас мы получили пример, хотя все сходили с ума и говорили, что зачем ЦСКА это делает, 8 миллионов евро команда заработала только на билетах на матче с Реалом в Ужняках. И плюс еще заработают, ну, с Ромой, может быть, будет 8, может быть, 7, с Викторией, может быть, 5, может быть, 6, но все равно это огромные деньги. Чем вы сейчас занимаетесь? Зрители помнят ваши голоса? Я понял, да. Ну, хорошо, тогда вернемся, ну, на 2-3 дня назад. Чем вы вообще сейчас занимаетесь? Потому что зрители помнят ваши голоса, но, так скажем, в медийном пространстве у вас как-то в последнее время мало чего слышно. Не знаю, мне кажется, это вопрос к тому медийному пространству, в котором вы существуете, потому что... Google? Да и Google тоже. Нет, ну, я работаю, во-первых, в советском спорте. Странно, да, что издание с словом советский в названии, по сути, сейчас является самой свободной площадкой, на которой можно говорить о спорте. Так скажем, без цензуры. Ну, по сути, да. Плюс я комментирую на Лиосатте, это в основном американские виды спорта, и на Силе ТВ, испанскую Ла Лигу и Сирью А, итальянскую. Ну, а я сейчас занят попыткой реанимировать известный проект «Цвисток». Пытаюсь это сделать не без помощи Российского футбольного союза. То есть, еще пока на словах поддержка мне оказывается. процесс вроде бы запущенный, пошел. Надеюсь, что в скором времени на просторах интернета появится пилотный выпуск обновленного, скажем так, свиска. Это будет на каком-то спортивном портале или на Ютубе? Это будет связано с интернет-площадкой Российского футбольного союза. Надеюсь на это. Все замечательно, очень рад это слышать. Если не комментаторство, чем бы вы занимались? Ну, скажем так, вся моя жизнь, она связана с футболом. Я занимаюсь футболом с 8 лет. Какой-то этап моей жизни был даже связан уже с профессиональным футболом. Но, правда, это все касалось еще союзных времен. Как раз то, что касается второй лиги, я поиграл в свое время в зарядке команд. Там, Динамо-2, Динамо-Волок, Динамо-Самарканд. Даже на Сахалин меня как-то занесло. Но, к сожалению, из-за того, что там колено рассыпалось очень рано, пришлось с этим, с тем, что являлось всей моей жизнью, с футболом, да, вроде бы закончить. Но потом, начало 90-х, как принято говорить, лихие. Честно говоря, для меня они лихими не было. Да, они были сложные, но мне не нравится слово лихие. Ну, ладно, уже закрепилось, так закрепилось. Занимался коммерцией. Ну, потом вот такой счастливый случай, билет, и я вернулся в футбол с помощью спортивного телевидения. Он оказался на НТВ+. То есть, вот, Леша чуть раньше попал на телевидение, но это не связано с НТВ+. А с НТВ+, мы с тобой, в принципе, с первых, да, мгновений этого прекрасного проекта работали. Ну, вот, и, в принципе, получается так, что за исключением, там, каких-то пятилеток, которые для меня являлись коммерческими, скажем так, все время связан с футболом. Или играл, или комментировал. Вот что могу сказать по этому поводу. Ну, я много чем занимался и занимаюсь, помимо, так сказать, комментариев. И в какой-то момент уже в таком довольно взрослом, сознательном возрасте даже решил спортивную карьеру собственную устроить. Автогонки? Вот. Но представить свою жизнь без футбола невозможно. Но помимо этого, я еще знаю то, что вы около 10 видов спорта комментируете в целом, да? Ну, даже уже больше. Уже больше? Да, поскольку это такой квест, на самом деле, когда тебе выпадает и приходится изучать какие-то новые дисциплины. Это очень интересно. Я просто приведу пример. Мне досталось на Виасате не так давно плавание, студенческий чемпионат США. И когда я увидел, что в эстафете 4 по 100 на старт выходят 15 олимпийских чемпионов, 15. То есть это уровень гораздо выше, чем чемпионаты мира, чемпионаты Европы и олимпийских игр. Что, на ваш взгляд, улучшилось с появлением такого канала, как Матч ТВ? Рустонный вопрос. Благосостояние некоторых его сотрудников. Беземенно. Что вы так смеетесь? Что улучшилось? Нет. Ну, с точки зрения какой-то политической, если брать, то некоторые виды спорта, прежде всего, смешанное единоборство, наверное, почувствовали большее к себе внимание. С точки зрения зрителя, мы уже с Владиславом несколько лет как в этом ампуа пребываем, я бы не сказал, что что-то улучшилось. Более того, мне кажется, что это плохо отретушированный Советский Союз. Не добавить ничего. Спасибо. С кем из футболистов и тренеров у вас складывались интересные ситуации и истории, не могли бы вы поделиться одной из них? Выбрать или надо о футболистах и тренерах КамАЗа именно говорить? Нет, не обязательно. Может, какие-то интересные истории не связаны с КамАЗом. Я на самом деле был, так скажем, непосредственным свидетелем одной из, наверное, самых таких забавных историй именно в истории КамАЗа, когда сюда прилетал анговорический матч сборной Иордании, и я как раз с ними прилетел в самолете из Москвы и был на этом матче и потом три иорданских футболиста остались и играли за КамАЗ дальше и Банран Шагран там достаточно долго уступал здесь. вот это все, понимаете, это 94-95 год. Как Лат сказал, у Флова Лихии не очень хорошее, но действительно были такие годы некоторого сумбура в жизни страны, в жизни ее футбола. Вот этот перелет, на каком-то старом самолете, который только не махал крыльями в процессе. Потом я думаю, что и студента того, собственно, уже нет, да, студент другой. Я думаю, и того заведения, в котором Валерий Четырик устраивал, потом банкет для всех, и для КамАЗа, и для орданской сборной, тоже уже, наверное, нет. потому что при взгляде на него казалось, что дунешь, и оно осыпится все. Но как бы какую-то конкретную историю рассказывать сложно, потому что сложно, что кто-то вычленик. Но истории много, и самое главное, что память я думал, ты сейчас расскажешь историю, как в Киеве, когда Юрий Павлович Соймин был главным тренером, мы прекрасно обсудили игру, завершившись победой киевского «Динамо» в одном хорошем ресторане, но дальше мы рассказывать не можем. Как вы считаете, будущее у второго дивизиона есть, и как вернуть зрителей на трибуну? Что значит будущее у второго дивизиона? Что его кто-то собирается упразднить? Нужен ли? Ну, вообще слухи ходят, что хотят с КФК этот совместить? какие-то реформы попугают реформами, скажешь так. Может, попугают, может быть, ну, последняя реформа, к сожалению, приняла свою силу, и этот, может быть, и тут мы увидим печальный результат. Как вы считаете, ПФЛ, она России нужна, и как вот, ну, в таких городах, как Набережная Челны, зрителей завлечь на стадион? Может, стоит вернуть пиво на трибуны? Ну, вопрос с пивом вообще, он какой-то очень странный, мне кажется, там Минздрав же выступает против активно. Борьба за здоровье граждан не должна быть маниакальной, потому что все запретительные, так скажем, инициативы, они не приводят абсолютно ни к чему хорошему. От того, что убрали все курилки из аэропортов, никому лучше не стало. А стало только хуже, потому что те, кто не может без сигарет, теперь кулька в туалетах. Вот и все. И точно так же с пивом. По-моему, чемпионат мира, на котором пиво продавалось свободно, показал всем, что наши люди могут ходить на футбол, пить пиво и при этом не совершать каких-то противоправных действий. Гораздо более вероятно, что они их совершат, если они накачаются не пивом, а водкой заранее, особенно в холодную погоду. Для согрева, да? Да. И вот в таком виде явятся на футбол. Что касается будущего или, как вы говорите, необходимости существования второго дивизиона, ну, конечно, в такой огромной стране он необходим. И когда я слышу призывы о том, что надо весь профессиональный футбол свести к двум лигам в России, немножко странно, потому что, например, в той же Германии несколько лет назад была образована третья бундеслига, которая сейчас в едином, так скажем, маркетинговом поле находится. Да, там клубы не получают таких огромных денег, как Бавария или Баруссия, но они являются частью этого процесса, составляющей. К сожалению, у нас невозможно ничего подобного сделать из-за географических параметров страны, да? То есть, если КамАЗ станет летать в гости к Сахалину, то, наверное, его хватит на месяц такого существования. Ну, скорее всего, да. Вот, но если вы посмотрите на состав сборной России и на то, откуда наши футболисты, вы там не очень много найдете людей из Москвы, Санкт-Петербурга или Казани. Они же все из маленьких городков, но тот же Головин. Поэтому футбол даже в маленьких городах нужен. Главное, все организовать так, чтобы людям было интересно. Еще раз повторюсь, КамАЗ не ставит цель выиграть чемпионат России или Еврокубок. Пока не ставит. Ну, хорошо, окей, пока не ставит. Но даже в рамках своего этого дивизиона он может ставить какие-то цели и привлекать публику. на них. У нас сейчас в Премьер-лиге отличный пример локомотив. Сильно увеличилась посещаемость по сравнению с предыдущими годами. Кто-то может говорить о том, что это они завлекают зрителя концертами, которые перед матчами на площади проходят. Ну, а что в этом плохого? Главное, что работа ведется. Работа ведется и уже есть определенные результаты. Говорить можно все, что угодно, но если ничего не делать, то ничего и не будет. И, естественно, должны у нас быть и второй дивизион. И вот я целиком согласен с Алексеем вот эти примеры немецкого футбола и вообще западноевропейского, потому что там действительно очень-очень много структур, если посмотреть. Ну, примеры на самом деле, сколько там дивизионов? Сколько? Примеры сложно приводить, значительно больше, чем у нас. Примеры сложно приводить, потому что Россия единственная страна такого размера, которая всерьез развивает футбол. Потому что в Соединенных Штатах Америки это совершенно другая история. Там футбол даже не входит в пятерку важных видов спорта для страны. В Канаде, тем более, вы сами понимаете, что там хоккей, естественно. В Китае, я думаю, что тоже. Ну, и не будем брать этот пример, потому что он ментально от нашего очень далек. Все. если мы будем приводить примеры из Европы, что Германия, что Испания, что Италия, они гораздо меньше. Там, в принципе, команда может существовать, ну, допустим, в Германии, если она находится в центре страны, она, в принципе, может существовать, так скажем, в автобусном режиме, не пользуясь самолетами для перелетов. В России, понятное дело, что это невозможно. Если мы не говорим о зонах, которые сформированы по географическому принципу, как это как раз во втором дивизионе и есть. Многие же говорят, что участие в ФНЛ находится даже дороже, чем в Премьер-лиге. Потому что, во-первых, в Премьер-лиге четыре московские команды. Да, и длинный перелет. И всегда можно долететь до Москвы. И города, как правило, те, которые связаны между собой напрямую. А как добираться из Калининграда в Владивосток, расскажите. Худноват. По поводу последних новостей. Как считаете, какая развязка нас ждет в ситуации с Кокориным и Мамаевым? Учитывая, что уже, так скажем, не в первый раз такой проступок в их карьере. Судя по реакции общественности, судя по реакции официальных лиц и даже Кремля, мне кажется, что натормозаясь на этот раз ситуацию никто не спустит. И я, честно скажу, так по-футбольному все-таки это мои коллеги, ну, не сожалею, что так произошло и что с ребятами может в конце концов случиться. Но они сами в этом виноваты. Они к этому шли, потому что мы знаем, какой шлейф вот этих историй скандальных идет за этими двумя игроками. Но у меня вот такое внутреннее ощущение, что получат они, ну, если не по полной, но очень и очень, скажем так, жестко с ними обойдутся. Грустно все это видеть, но я не вижу возможности спустить эту историю на тормозах, потому что каждый, кто попытается ее спустить на тормозах, должен прекрасно понимать, что на месте этих людей, которых они били, мог оказаться кто угодно. И учитывая то время, даже когда это происходило, Влад Родимов написал в своем твиттере, когда говорит, я играл многое бывало, но не за завтраком же. В это время могут дети оказаться элементарно завтракающими в любой кофейне. И конечно, конечно, их можно сейчас жалеть, хотя жалеть не стоит, они взрослые люди, у каждого дети, у каждого жены, они сами выбрали свой путь, как и два года назад с шампанским. Но мне кажется, что период, видимо, незнакомый отцу Павлова Мамаева понесение ответственности за свои поступки должен наступить. Как вы считаете... И это, кстати, должно быть примером для других футболистов. Станислав Черчесов на это не очень обратили внимание перед чемпионатом мира незадолго. Он как-то сказал фразу, что быть игроком сборной России это не просто надел футболку и побежал. Это определенный статус и определенная ответственность. И обратите внимание, что Коколин-то пропускал чемпионат мира из-за травмы, а Мамаев был здоров. Но его никуда не вызывали. И сейчас его не вызывали. Наверное, это не случайно. Но и не вызовут, наверное. То, что уже их не вызовут, никогда, это понятно. Но это пример не только для тех, кто сейчас в сборной и кто понимает, что так себя вести не надо. Это пример для тех же самых футболистов КамАЗа молодых, которые только начинают свою карьеру. Вот что может случиться. Вот куда вы можете прийти, если вы будете безответственными и, так сказать, не будете включать мозги. Когда человеку хочется приехать в ту же Осетию и стрелять из пистолетов на свадьбе и потом выкладывать все в Инстаграм. Со свадьбой! До тебя! Ну, можно хихикать, но помните, я очень люблю фильмы «Место встречи» «Изменить нельзя». Там, на мой взгляд, есть цитаты на все абсолютно случаи жизни. «Кабаки и бабы доведут до Цугундера». Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Но вы не думаете, что вот этот вот инцидент, он отложит негативный отпечаток на всю ту работу, которую проделала сборная на протяжении всего Чемпорта мира? А вы думаете, что Российский Футбольный Союз быстренько абстрагировался и правильно сделал? Потому что РФС в каком-то смысле отвечает за весь футбол в стране? Кстати, самое лучшее, что он может сейчас сделать, это просто отстранить их от любой деятельности футбольной, чтобы закрыть вопрос будут играть, не будут играть дальше и так далее. Все, закрыли, нет этих футболистов. Пример прекрасный. Национальная хоккейная лига и наш хоккеист Войнов, который то ли побил жену, то ли не побил жену, этого никто не знает, но НХЛ быстро его отправило и до сих пор существует запрет на его нахождение там, он сейчас в Северной Америке он пытается как-то эту ситуацию разрулить, чтобы ему разрешили играть в национальной хоккейной лиге, но до сих пор этот вопрос не решен. Потому что то, что они сделали, на самом деле, я как человек, который занимался автоспортом, я могу вам сказать, что самое большое нарушение, за которое можно пострадать, оно на самом деле имеет такую очень распутчатую формулировку дисрепьют моторспорт, то есть дискредитация автомобильного спорта. То, что они сделали сейчас, это дискредитация футбола. Не случайно об этом Юрий Семин говорит сейчас, например, человек уж, которому точно стоит прислушаться, как минимум Мамайя уж какой-то. Да, это может футбол, к сожалению, вот в их лице футбол сейчас опять столкнулся с обществом, причем в самой мерзкой, грязной и отвратительной форме. Но я надеюсь, что общество поймет, что, скажем, что Кокорин и Мамаев это не весь российский футбол. Это не весь российский футбол, а это такая отрыжка его. Хорошо. Ну, то есть ничего. Чувствую, что вас не устроил ответ. Нет, зачем, мне вполне все устроило, я со всеми вашими словами согласен, просто об этом долго разговариваю. Потому что неохота в очень негативной ситуации. Неважно, Кокорин, Мамаев, там, я не знаю, футболист, хоккеист, садовник, дворник, никто не имеет права гулять по городу и бить тех, кого тебе захотелось бить, тем более толпой с пятером бить ногами, ну, это безобразие. И не надо рассказывать, кто в отпуске, кто не в отпуске. Этого нельзя делать ни в отпуске, ни на футбольном поле. И какие ожидания от матча КАМАЗ-Челябинск? Я с большим интересом. Вот с интересом. Ну, что скрывать, мы, мы, конечно, плохо знаем наш второй дивизион, будем знакомиться сегодня, но определенный интерес есть, потому что, еще раз говорю, это что-то такое новенькое, может быть, даже это какой-то, пусть там небольшой, но вызов для нас отработать команды, которые мы в глаза не видели, и, к сожалению, игроков, ну, просто, как бы, физически не знаем. Вот, но это футбол, это наша любимая игра, комментарии, это наша профессия, поэтому, честно скажу, ну, такое профессиональное любопытство и такой вот просто человеческий интерес вот происходящий. Да, потому что, на самом деле, интересно ведь видеть не только то, что показывают по федеральным каналам, в общем, для того, чтобы, там, разобраться в вопросах «Спартака» или «Зенита», не нужно быть глубоко увлеченным в процесс. А здесь мы посмотрим на как раз тот самый фундамент, который есть у российского футбола, из которого все, так сказать, вырастает дальше. И я могу параллель с хоккеем провести. Я часто хожу в Москве на игры ЦСКА и часто хожу даже на матчи команды МХЛ «Красная армия». Это порой бывает гораздо интереснее. Потому что, может быть, уровень не тот, зато эмоции совершенно другие. Но вот нам интересно сейчас будет понять, что такое второй российский дивизион. Потом, может быть, расскажем коллегам, в том числе и бывшим. Потому что они этого точно не знают. Но я думаю, интересно, слияние получится. И, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. И в завершение программы рубрика «Пенальти». 11 коротких вопросов. Это Городислава? 11 коротких вопросов, 11 коротких ответов. Какой у вас жизненный принцип или девиз? Девиза нет, а принцип, наверное, все-таки не врать. Быть, а не казаться. Три главных качества журналиста? Объективность, прежде всего, профессионализм и, наверное, искренность. Настойчивость, креативность и честь. Топ-3 СМИ в стране не обязательно спортивные. В стране? А Медуза входит в страну или она в другой стране? давайте, пусть войдет. Нет, я так просто, чтобы понимать. тройку выделить. Мне гораздо проще. Советский спорт? Советский спорт, телеканал Дождь, в Скайбе уйдет в Спортс.ру, хотя это не совсем СМИ, но они там вроде получили лицензию, они же раньше считались просто блогом, так сказать, блогом-платформой. Я назову Коммерсант, Дождь, Советский спорт. Кто станет чемпионом России в этом году? Зенит. Поддержу. Если не Путин, то кто? У меня есть ответ, но я боюсь, что закроют. Давайте, вы скажите, а мы запикаем. Ну, я скажу, что учитывая то, столько времени, сколько провел наш лидер, лидер нашей страны у власти, на этот вопрос можно сейчас ответить. Только он сам. Нет, лишь бы не он. Понятно. За каким чемпионатом следите? Какой национальный чемпионат? немецким, естественно, в силу, так сказать, убеждений, привычек, интересов. Ну, и по работе, естественно, Италия, Испания приходится прямо глубоко следить. Ну, я, прежде всего, за российским чемпионатом слежу, в свете того, что мне необходимо все время отслеживать работу судей. Вот. А это достаточно такой кропотливая работа. Ну, и тут присоединились коллеги, потому что все, что с работой связано, мы должны следить, а это такой широкий спектр европейских чемпионатов. Ну, при этом я с большим интересом отношусь к чемпионатам, так скажем, не топовым. То есть, вот сейчас была оказия, я ездил на матч национальной хоккейной лиги в Готеборг, и мы с друзьями купили билеты и пошли на матч чемпионата Швеции Готеборг-Трейлерборг, например. Я собираюсь поехать в гости скоро к своему хорошему другу Сергею Реброву, он сейчас тренирует Селин Свараш на матч чемпионата Венгрии, например. Ваш прогноз на матч Россия-Турция? Я думаю, что очень тяжелая будет игра, и Мир Челуческо это не тот человек, который забывает домины, тем более он знает, великолепно знает в Артаре, о которой будет играть у нас ясно же, что будет играть Лунек. Там, правда, есть вопросы по здоровью, но понятно, если он будет здоров, он будет играть, да. Я бы поставил на ничью. Голевая? Да. Топ-5 спортивных комментаторов на сегодняшний день? Не хотел задать этот вопрос, потому что следующий будет анти-топ-5? Нет, следующий будет сколько зарабатывает комментатор в России? Где? Комментатор-матч КамАЗа-Челебин? Нет, комментатор-матч КамАЗа-Челебин, мы знаем, сколько зарабатывает. Нам хотелось бы узнать на каналах. Ну, я не знаю, спросите. Не, ну это, по идее, это вообще даже юридически закрытая информация. Спросите меня. Лучший российский арбитр? На данный момент, я думаю, Ларислав Безбородов. Я соглашусь с Владом. Безбородов? Да. Нет, с тобой, по поводу Безбородова, потому что, на самом деле, мне бы очень хочется, уже много лет хочется, чтобы Сергей Карасев обрел какую-то стабильность, но никак ему это не удается сделать. И какие-то постоянно происходят вот... Нет, он в судьях, действительно... Непонятные истории. Сергей судья действительно уровня FIFA, я неслучайно представлял нашу сторону, пусть и одним матчем, но на чемпионате мира, но действительно вот за Сергеем он арбитр большого полета, но почему-то спотыкается вот на мелких кочках, вот так вот я охарактеризую, и это в последнее время начинает действительно уже напрягать, потому что как-то на его пути вот этих кочек мелких все больше и больше. И последний вопрос. Если была бы возможность перезбустить свою жизнь и что-то в ней изменить, что бы вы сделали? Ну, я бы, наверное, сделал бы, хотя бы не от меня зависит, но сделал бы так, чтобы продлить свою жизнь в профессиональном футболе, то есть, чтобы у меня тех проблем, которые возникли со здоровьем, которые не позволили дальше двигаться, не было. Абсолютно ничего, я считаю, что каждый человек конструктор своей жизни здесь и сейчас, а вот эти все истории про то, что если бы я мог, знаете, как две фразы такие существуют, одна футбольная, Влад, наверное, узнает ее, естественно, про то, что эту голову да к тем бы ногам, да, иду бы все совсем иначе. А другая поговорка я тоже в прошлом будущее балерина. Вот, поэтому все это такие фантазии, я бы ничего не поменял. Зачем? Владислав и Алексей, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей программе. На одном известном YouTube-канале у гостей забирают подарки, а мы наоборот же их вручаем. Поэтому, пожалуйста, примите от нас шапочки. Огромное спасибо. И фанатский шар. Влад заканчиваем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова